Дилетант, человек, занимающийся какой-либо деятельностью без должных знаний и профессиональной подготовки. Всем привет! Мы на рыбалке, в лесу, и я решил записать небольшой ролик и рассказать о том, что я обязательно беру с собой, особенно когда мы идем далеко, едем далеко, с ночевкой на несколько дней. То, о чем я сегодня буду рассказывать, не относится к рыболовным снастям или какому-то иному походному снаряжению. Речь пойдет о нашем физическом состоянии во время отдыха на природе. Ведь в лесу достаточно много факторов, ну, например, погодные условия, кровососущие насекомые, острые крючки, ножи и тому подобное, которые при определенных обстоятельствах могут стать причиной испорченного отдыха. Ну, например, банальная головная боль не позволит вам в полной мере насладиться долгожданной рыбалкой. Ну, и, исходя из того, что я сказал, первая очевидная вещь – это медикаменты. Вот у меня такая коробочка, в которую все помещается. Ну, и у меня, и у любого другого, конечно, набор медикаментов будет свой, но походная аптечка обязательно должна быть. Первая часть лекарств в ней – это те медикаменты, которые мне понадобятся в случае проявления каких-то слабостей моего организма. И тогда они мне здесь, в полевых условиях, очень помогут. Ну, а вторая часть – это широко распространенные медикаменты. Но, опять же, их набор у каждого будет свой. Потому что, если даже прочитать рекомендации по составу походной аптечки, не все, что там рекомендуют, мы будем брать с собой. Каждый возьмет то, что ему необходимо. Ну, а что касается меня, из общеупотребительных, широко распространенных средств в моей аптечке – болеутоляющие, спазмолитические, противоаллергенные средства и универсальный активированный уголь. И, конечно, состав аптечки может меняться в соответствии с приобретенным опытом. Как раз противоаллергические медикаменты у меня появились после того, как в очень далеких от дома краях меня в кисть укусили два овода. После этого у меня кисть, ну, просто был очень-очень сильный отек, температура в руке поднялась. И это они укусили меня в кисть. А если бы укусы были ближе к дыхательным путям, например, то есть, все могло бы быть гораздо печальней. И я и не ожидал, что неоднократно кусали оводы, ничего такого, в общем-то, не происходило. Тут вот так вот. По весне, может быть, у них концентрация яда там очень была такая. Но в любом случае аптечка всегда должна быть с собой. И, кстати, аптечку в этом сезоне я уже использовал два раза. В общем, аптечка в походе для меня это обязательно. Вторая вещь, которая обязательно в походе всегда со мной, это вот. Угадайте, что это? Ну, в общем, это зеркальце. Возможно, кто-то удивится, но именно эту вещь я использовал чаще всего. И она не где-то там в рюкзаке лежит, она всегда со мной, обычно в нагрудном кармане. Мошкара, комары, соринки, частички коры, падающие с деревьев от порыва ветра. И особенно, если нет рядом товарища, который вам поможет, любой из этого, если попадет вам в глаз, то ваша рыбалка очень-очень быстро закончится. Потому что, пытаясь слепую вытащить эту соринку из глаза, вы еще больше вызовете раздражение слизистой. Ну, а те, кто хоть раз в жизни испытывал вот эти ощущения, когда глаз воспалился, все, ты ничего не видишь, жуткая режущая боль. В общем, я думаю, что эти ощущения никто не забудет. А когда я зеркальце, можно аккуратно вытащить посторонний предмет из глаза. И максимум, что после этого остается легкое раздражение, которое само по себе проходит. Ну, или как вариант, можно использовать тоже универсальное средство для этого. Отжатую заварку. В общем-то, наверное, многим тоже в детстве этим пользовались. И, кстати, как и аптечку, тоже уже два или три раза я использовал зеркальце. Потому что, особенно в период, когда здесь очень много мошкары, два раза мне в глаз пикировала такая очень быстрая мошка. И зеркальце мне реально помогло. В общем, вторая обязательная вещь для меня, это зеркальце. Ну, и еще про одну для меня обязательную вещь расскажу, и достаточно, то, мне кажется, уже слишком много, и так говорю. В общем, это обычный бактерицидный пластырь. Потому что на рыбалке руки поранить очень легко. Ножи, крючки, острые плавники, окуни и так далее. И, если ранка даже не очень большая, но ее не закрыть, в нее будет попадать грязь. Если у нее есть заусеницы на краях, они будут цепляться за одежду, еще более усиливая место повреждения и так далее. Ну, а лейкопластырь позволяет всего этого избежать. И, кстати, тоже он меня несколько раз выручал. Поэтому, это третья обязательная вещь, не последняя, но на сегодня достаточно, в общем-то, мне рассказывать. Третья обязательная вещь, которая со мной в походе. Надеюсь, что мой рассказ будет для кого-то полезным. Берегите себя в походах и вообще в жизни. Ну, и в свете вышесказанного, хотел бы порекомендовать вам прочитать одну книгу, которая говорится о том, насколько живуч наш организм и одновременно о том, насколько он уязвим. Автор Андрей Ломачинский. Называется «Записки судмедэксперта». Вот, Сергей кивает головой. Тоже читал, понравилось. Замечательная книга. Прочитайте, не пожалеете. Ну, а мы с вами прощаемся. Смотрите наши видео. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...